Доброе утро! Сегодня мы с вами готовим очень интересное рыбное такое блюдо на завтрак. Во-первых, рыба невероятно полезна, особенно если речь идёт о рыбе такой глубоководной, которая обитает в холодных водах, как сёмка, потому что она очень-очень богата полиненасыщенными жирными кислотами, ещё когда она правильно приготовлена. И сырьё, из которого приготовлены вот эти подкопчённые замечательные ломтики сёмги, никогда не замораживалось, не подвергалось никакой обработке, и там нет консервантов, что в наше время, я считаю, очень-очень важно, чтобы всё было полезно. И потом, это рыба с ограниченным сроком хранения, а для меня это тоже знак качества определённого. Так, нарезаем тонко-тонко зелёный лук, прям вот такими пёрышками. Ах, молодой, настоящий весенний зелёный лук с грядки. Порезали зелёный лук. Теперь вот этот качанчик называется цикорий, или ещё его называют бельгийский андив. У него горьковатый, приятный вкус, и он замечательно сочетается и с луком зелёным, вот таким вот нежным. И потом по цвету, посмотрите, как красиво. Практически три оттенка зелёного. Тоже режем так же по косой и тонко. А основой нашего салата будут вот такие красивые лодочки из листков радикио. Радикио – это вот такая вот, похожая на красненькую капусту. На самом деле не капуста, а это такая салатная, почти травка. Вот получаются у нас вот такие красивые лепестки. Выкладываем листики вот так вот на тарелку, на блюдо. Красота. Теперь, что нам понадобится ещё для нашего салата. Значит, можно взять огурчик, потому что тоже хорошо сочетается с сёмной. Можно взять помидор. А я возьму вот такой вот кусочек небольшой сладкого перца. И тоже порежу его тонко-тонко. Вот такими практически прозрачными полосочками. И потом ещё вот так измельчу, для того, чтобы просто остался его нежный, сладкий вкус и небольшая хрустящесть. Хрустинка. При такой тонкой нарезке абсолютно кожура перца не мешает. Поэтому постарайтесь порезать как можно тоньше. Ну вот, практически прозрачные получились у меня такие кусочки перца. Посмотрите, какой он сочный. Прямо-прямо отдаёт сок. Вот что значит овощи в сезоне. Так, перец готов. Теперь непременно петрушка, ну или вообще любая зелень, которую вы любите. С сёмкой сочетается прекрасно и укроп, но петрушка, мне кажется, вообще она просто вообще со всеми дружная, такая дружелюбная травка. В принципе, овощная составляющая нашего вот такого салата готова. Посмотрите, как это красиво, как это здорово. Теперь нужно сделать заправку. Для этого мы берём вот такую небольшую миску, в эту миску чайную ложку горчицы. Я использую горчицу с зёрнышками. Немножко уксуса. Буквально чайная ложка. И оливковое масло. Ароматное, пахучее, суперполезное. А ещё и в сочетании с рыбой, просто получается двойная польза. Так как рыба, которую я использую, слабосолёная, поэтому в заправку я добавлю немножко соли. Чуть-чуть перца. Перемешали. И вот теперь заправляем нашу зелень. Вот так вот, чтобы всё было сочно. Ммм, красота! Заправленную зелень раскладываем по нашим корзиночкам из радикио. Вот такая красота получается. Ну а теперь всё, что нам осталось, это добавить сюда рыбку. Итак, кусочки сёмги вот так вот вскрываем и добавляем вот сюда сверху нашей зелени. Получается вкусно, получается нарядно, празднично и очень полезно. Обязательно завтракайте. А на следующий раз приготовьте сметану, шалфей, бекон, а ещё нам понадобится два вида сыра. Свежий, например, моцарелла и какой-нибудь твёрдый. Я возьму брюер. Прекрасного огня! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова